Какие в целом у нас продукты попадают в зону риска по окончанию поддержки индустрии? Кто-нибудь может сейчас назвать? Наиболее часто встречающиеся у нас. Ладно, в основном это промышленные контроллеры, банкоматы и постсистемы. В преимуществе на некоторых даже состоят Windows XP, которые уже давно не поддерживаются. Да, можно поддерживать работоспособность данного оборудования своими силами, силами разработчика, затыкать все проблемы с безопасностью, которые возникают с силой отсутствия обновлений. Но, естественно, можно перейти на более современное программное обеспечение. Мы, естественно, предлагаем перейти на Windows 10 Interprice, поскольку это самый последний выпуск. И я объясню, почему это было видно. Во-первых, в канале LTSC они будут доступны 10 лет. То есть, первые 5 лет на световстанная поддержка, где приходят обновления безопасности и различные обновления, также со зарабатываемыми новыми возможностями. В течение 5 лет уделяется расширенная поддержка, которая у нас поставляет только обновления безопасности и незначительные другие, которые Microsoft считает основово важными. После этого обновления у нас не поступали. Соответственно, последние версии Windows 10 Interprice будут доступны до 2028 года. То есть, закладывать данную операционную систему в какое-либо оборудование считают довольно-таки сообразным. Зачем наш заказчикам в целом требуются обновления? Здесь представлено несколько пунктов, которые являются критически важными угрозами. Во-первых, это устаревшая и неподдерживаемая операционная система. С чем мы сталкиваемся в этом году, когда закончена поддержка Windows 7? Далее следует у нас обновление или смена программного обеспечения у самого заказчика. То есть, программное обеспечение, допустим, не будет поддерживать уже именический Windows XP 7 и прочие программные исследования. Потом обновление или обновление оборудования и оборудование без операционных систем и других операционных систем. Обновление самого оборудования. Соответственно, старые операционные системы в виде Windows XP или 7 не будут поддерживаться современными процессорами и чек-сертами. И последнее, наиболее интересное пункт. Во-первых, это легализация. То есть, если у конечного заказчика было нелицензированное программное обеспечение, с помощью данной возможности обновления, которую я расскажу чуть позже, что можно будет легализовать оборудование, а он станет официально поддерживаемым и перевозок других операционных систем, таких как Windows или Standard Desktop Windows. Значит, раньше у нас в Embedded канале было три операционных системы, которые попадали под Windows 7. Это Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Pro for Embedded Systems и Windows Embedded после этих 7. Каждый из операционных систем, представленный здесь, относится к какому-то определенному направлению жилета. То есть, первая операционная система подходит под различные тонкие клиенты и промышленные контроллеры. Windows 7 Pro for Embedded Systems относится к банкоматам или различным терминалам. И последние используются только в постсистемах. Windows 10, в свою очередь, у нас является единой операционной системой, для которой форм-фактор железа абсолютно не важен. Также у нее сохраняются те же самые системные требования, что и у Windows 7. за исключением современных процессоров и чипсетов. Естественно, на старых оно работать уже не будет. Работает на стандартных архитектурах, как X86 и X64 и на X64. Прочие все функции представлены у нас на слайде. Я отдельно еще укажу, что 10 лет поддержки у нас сохраняется при использовании только LTC-версии, поскольку есть LTC-версия. ЦАК-версия поддерживается чуть меньше и обновления там приходят раз в полтора года. Значит, наша версия для обновления уже загруженного конечникового оборудования является в лицензии FilterGray. Как это у нас работает? Значит, во-первых, нам не требуется заново поставлять оборудование клиенту. Мы можем поставить только само обновление. Обновление поставляется любым способом, либо в электронном виде, либо отдельно на диске. То есть никакое железо, никакие большие кироски забирать от него, переустанавливать и обратно доставлять к нему не потребуется. Основные особенности данной возможности. Значит, дистрибутив содержит полную версию операционной системы. То есть производитель, у которого конечник закупал оборудование, полностью покупает новую версию под названием лицензии FilterGray. Данная версия позволяет и подозревает перепродажу через несколько группы реселлеров. То есть можно работать не напрямую с конечником. Стоимость при этом равняется той же самой стоимости, если бы вы покупали обычную операционную систему Windows 10, IoT Enterprise. И на наклейках будет присутствовать надпись Upgrade. То есть будет показывать то, что реселл-система была обновлена. Все права и данные лицензии можно будет закупать у нас, у квадратных технологий. Значит, что делать, если вы конечник пользователь оборудования? У вас довольно все просто. Вы обращаетесь в свою обслуживающую компанию или в компанию производителя, которая поставляла вам оборудование. После чего они закупают необходимые лицензии у нас, производят обновления и вызывают вам готовый пакет, который вы самостоятельно, без помощи, опять же, обслуживающей компании можете установить их оборудование. Здесь все довольно просто. Подробнее остановимся на версии, когда вы ОМ-производитель или интегратор оборудования. Значит, для того, чтобы произвести обновление по лицензии FieldUpgrade, вам первоначально потребуется проверить системные требования, чтобы новая персоносистема была совместима и, в идеале, скачать реальную версию и протестировать полностью ее работоспособность. Следующим шагом вы подготавливаете непосредственный образ обновления для конечного заказчика. Заказываете у нас после этого лицензии FieldUpgrade, мы вам поставляем ключи, необходимые наклейки в нужном количестве, и вы вставляете готовый образ со всеми необходимыми лицензиями, со всеми наклейками уже непосредственно конечному заказчику. Опять же, являются два пути. Первый на диске, то есть физически вы передаете ему, и он имеет этот диск, никому его не передает. И в электронном виде. Подробнее остановимся на стоимости. Как уже ранее говорилось, ценообразование у нас зависит от мощности процессоров. То есть чем старее процессор, тем дешевле будет лицензия на Windows 10 Active Enterprise. В чем разница концептиальная между Windows 10 Active Enterprise и Windows 7 в этом канале? Если вы помните, на более ранних слайдах я показывал то, что там операционная система делится на три вида по различным сферам деятельности. То есть по постсистемам, по торговому клиенту, промышленному, промышленным контроллером и по оставшейся сфере. Здесь у нас делится ценообразование только по мощности. То есть сама операционная система никаким образом не будет зависеть от того фронт-фактора, который вы применяете. Соответственно, у нас самые слабые процессоры имеют минимальную стоимость. И чем выше мощность, вплоть до лицензии ХН, цена будет расти. Соответственно, самая последняя лицензия для самых мощных процессоров, куда входит Intel Core 7, под новейший Intel Core i9, они будут стоить, в основном, равняются стандартные доступные Windows Pro. Здесь у нас специальная таблица непосредственно с процессорами по импоразбивке. То есть самая дешевая версия, она же у нас не видна, не видна, может, в списке entry. Сюда входят процессоры Pentium, Celeron, некоторые версии атомов, процессоров и прочие AMD-каналы. Следующим пунктом во Windows 10, под лицензией Value, уже у нас входят ранее присутствующие в верхней таблице процессоры. То есть они не изменяются, но добавляются более мощные. То есть это Intel Core i3 и i5. Есть несколько процессоров Xeon, некоторые процессоры AMD. То есть данная лицензия будет чуть дороже, но значительно дешевле, нежели самые последние уровни ХН. Лицензии уровня ХН у нас позволяет использовать новейшие и мощные процессоры Intel Core i7 и i9, все Xeon, которые не входили в предыдущие группы, и все оставшиеся процессоры AMD, которые указаны здесь. То есть покупая лицензии уровня ХН, так или иначе вы можете использовать все оставшиеся процессоры, которые были указаны в более ранее их таблице. Какие у вас есть вопросы? Вопрос по лицензиям. Когда мы, как интегратор, например, заказчикам хотим провести апгрейдинг, соответственно, по рецензионному соглашению мы не можем просто так передать права. И ключ тоже. Мы начали узкопробитировать. В данном случае как это решается? Вы должны провести работу с своими силами, заказчикам. Или, например, вы даете кранч, если он заказчик. Как интегратор, вы изначально уже устанавливали операционную систему Windows для раконечника? На каких-то устройствах могли устанавливаться. То есть документ в виде CLA вы подписывали. Соответственно, заказчик вам отправляет, должен отправить письмо с запросом. Как я сейчас покажу на сцене, это было ранее. Вот. То есть заказчик вам, как здесь написано, обращается, спроизводит, что им требуется обновление. Вы, предсначала, должны проверить совместимость оборудования, которое у них уже есть. Потому что если там есть устаревшие процессоры, или чек-цеты, то Windows действий не поддерживать не будет. После этого вы проверяете материальные версии, обращаетесь затем к нам. Если какие-то у вас есть вопросы по поводу подготовки, образа и всего остального, вы можете сразу обращаться к нам. Мы, соответственно, вам поможем. Все, окей, слой, как раз. Да, понятно. Здесь вопрос, как это мы можем передать вас у лицензионного, как это мы можем организовать все выводы. Давайте я чуть-чуть дополню ответ. Смотрите, по лицензионному соглашению с Microsoft, ваша компания не может заниматься перепродажей лицензий. И неважно, это полноценная лицензия с новыми устройствами, либо это устройство лицензия апгрейда. Вы готовите образ обновления для заказчика, совместиваясь с его оборудованием, как говорил Алексей. И дальше вы должны поставить клиенту, это всегда не прописано, это скорее нужно согласовывать и смотреть по нашему российскому законодательству. Вы представляете либо по договору купли-продажи, либо по договору показания услуг. То есть вы готовите свои силы, образ обновления, некий законченный продукт, коробочный продукт, который выставляете клиенту, и дальше он уже производит хлеба. Сам хлеба-либо обращается к вам, чтобы это произвести. Я ответил на ваш вопрос? Вот, окей, еще маленький комментарий. Вы действительно не передаете ключи активации. Ключ активации содержится в этом образе. Соответственно, сам ключ вы не передаете заказчику, поскольку ключ по факту привязан к вашей компании через селые соглашения. Вы передаете его либо в электронном виде, как к электронному заказчику, либо на физическом носителе, как вам удобнее, как удобнее заказчику. А, пожалуйста. Оторяло сколько времени? А? Оторяло какой? Триальный тревог 90 дней. 90 дней. Да, но обращаю внимание, что реальную версию нельзя переактивировать, активировать коммерческим ключом. То есть вы можете протестировать, а потом нужно будет качать коммерческий дистрибутив и уже его оперируют в таком виде или составлять к закручению.